Подготовка к крещенским купаниям идет полным ходом по всей России. По сложившейся традиции, в Одинцовском округе основным местом проведения массового мероприятия станет Сколковский пруд. Сейчас здесь уже установили ледяной крест. У нас все материалы закуплены, все оборудование у нас имеется в наличии. Ну, а непосредственно уже монтаж начнется непосредственно накануне, то есть это будет буквально за день. Здесь оборудуются две сходни, которые оборудованы таким образом, чтобы потоки не пересекались. Также сходня так будет сделана, что со всех сторон и снизу, с дна, она будет сделана из дерева. То есть это заметно повышает безопасность. В Крещенскую ночь здесь оборудуют теплые и комфортные места для переодевания и организуют полевую кухню. Обязательно будут дежурить экстренные службы, полиция, скорая помощь и МЧС. Здесь будут находиться две купели. В каждой купели будет постоянно дежурить два спасателя в спасательных жилетах. Будут развешаны вокруг купелей спасательные круги на всякий случай, к концу Александрова. И в случае, если что-то пойдет не так, если человеку станет плохо, они непосредственно окажут помощь прямо на месте. Если человеку станет хуже, его госпитализируют. Чтобы этого не произошло, необходимо подготовить организм заранее, а также непосредственно перед купанием. Нужно измерить давление. Если давление повышено, лучше воздержаться от этого мероприятия. Нужно за 2-3 часа хорошо поесть. Непосредственно перед окунанием нужно сделать несколько упражнений, поприседать, чтобы разогреться. Врачи советуют отказаться от купания при наличии хронических заболеваний. При каких заболеваниях вообще не рекомендуется окунаться – это сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, стенокардия, последствия перенесенного инсульта, инфаркта, острые заболевания. То есть, если есть гаймориты, фронтиты, синуситы, тоже воздержаться лучше, пилонефриты, простатиты. При этом готовиться к крещенскому омовению специалисты рекомендуют заранее – закаляться, принимать контрастный душ. Новичкам не следует погружаться с головой и находиться в воде более одной минуты. Если неподготовленный может окунуться, может случиться кратковременная потеря сознания из-за резкого спазма сосудов, может появиться головная боль, головокружение. Если люди хотят искупать детей неподготовленных, вообще это крайне не рекомендуется, но в любом случае желательно им просто намочить ножки, голову, не окунать целиком. Следует помнить, что неподготовленный организм подвержен болезням и обострению уже имеющихся заболеваний. А сразу после купания врачи рекомендуют как можно быстрее согреться. Хорошо обтереться, просушиться, переодеть мокрые вещи на теплые, выпить теплый чай и никакого алкоголя ни до, ни после. Всего в округе будет доступно 10 мест для купания. Крещенская служба здесь, в Сколково, начнется в полночь, а сразу после нее все желающие смогут окунуться. Мероприятие рассчитано до 3 часов ночи 19 января. Если, конечно, кто-то в процессе уже после трех придет, то, естественно, мы всех дождемся. Ну и всех православных хочу поздравить с наступающим праздником, пожелать всем добра, мира и всего самого светлого.